На улице Беломорской автомобиль Volkswagen не подчинился требованию остановиться и началась погоня. Несколько километров иномарка летела по улицам на высокой скорости, а затем попыталась скрыться во дворах. Однако плохие дороги стали причиной повреждения автомобиля и полицейские смогли задержать нарушителя. Попивали что ли? Нет, просто дурак. А причина какая в чем? Ну, мозгов не хватает, чтобы остановиться. Не побоялись, чтобы авария попадалась? Побоялся, вот и остановился потом. А что, собственно, вас испугало? Просто мне галки испугали. Причина испуга водителя крылась в том, что у него не было прав. По его словам, он пока еще не сумел сдать экзамен по вождению в автошколе. Однако же ему довольно длительное время удавалось уходить от преследования экипажей полиции. Но в конце концов, во дворе по улице Гудованцева опыта ему все-таки не хватило. Помешала грунтовая дорога, на которой иномарка пробила колесо. По рассказу полицейских, несколько сотен метров машина ехала буквально на трех колесах и уже вот в этом тупике налетела на бетон на основании колодца и основательно застряла. Так что вытащить Volkswagen отсюда можно будет только с помощью специального манипулятора. Несмотря на слова водителя о том, что он якобы ничего не употреблял, полицейские все же предложили ему пройти экспресс-тест на алкоголе. Тем более, что в салоне машины обнаружилась недопитая бутылка пива. Вариким Феликс Олегович согласен пойти освидеть? Да, да, да. Интересно, что результаты теста все же оказались положительными. Так что водителю придется не только заплатить крупный штраф, но и заново проходить обучение в автошколе. Девушка в полицейской форме украла кошелек. Все произошло в одном из торговых центров на улице Тукая. По словам потерпевшей, она отошла от прилавка буквально на несколько минут. В этот момент переодетая девушка забрала кошелек с деньгами. Необычное преступление зафиксировала видеокамера. Вы в форме полицейской были? Да. Откуда форму взяли? Откуда. Зачем девушка купила полицейскую форму, объяснить она так и не смогла. На этих кадрах видно, как подозреваемая прогуливается между рядами торгового центра. Подойдя к прилавку, ей удалось незаметно взять кошелек и быстро покинуть здание. Что украли? 7 тысяч рублей. Каким образом? Обычно. Полицию обратилась владельца торговой точки, расположенной в Ахитовском районе, с сообщением о совершенном преступлении. Женщина рассказала, что днем из торгового павильона пропал ее кошелек с денежными средствами. Сумма ущерба превысила 7 тысяч рублей. Следователи выяснили, что 25-летняя уроженка Тольятти ранее судима. Причем по той же самой статье. Грабеж. Следуя из материалов дела, воровством она занимается уже много лет. Задержали девушку в ее родном городе и доставили в Казанский следственный изолятор. Свою вину злоумышленница признала полностью. В дальнейшем выяснилось, что к органам внутренних дел девушка отношений не имеет и форму приобрела в одном из магазинов. В настоящее время подозреваемая доставлена в Казань и находится в одном из следственных изоляторов города. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейским устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается. По Ножовщиной закончилась ссора между двумя супругами, которые проживают в квартире дома по улице Арбузова. По данным полицейских, все произошло в разгар застолья, когда разъяренная хозяйка схватила нож и полоснула им по руке своего мужа. В результате получены раны. Мужчина едва не лишился пальца. Однако пострадавший не стал писать заявление на свою жену. По словам стража порядка, подобные конфликты происходят в этой неспокойной квартире постоянно. И все из-за пристрастия обоих хозяев к алкоголю. Предприниматели обвиняют в захвате земли и незаконной постройке здания. Сегодня авиастроительный районный суд приступил к рассмотрению дела Эдгара Сардара. В 2017 году бизнесмен купил участок земли на улице Дементьева, который по документам можно было использовать только под автостоянку. Во время проверки прокуратура выявила на объекте сразу несколько нарушений. Сейчас ведомство требует разобрать возведенные конструкции. Но вы-то когда приобретали? Вы планировали там автостоянку или сразу? Когда приобретали, просто привыкнул собственность. А сейчас вы что-то решили другое почему? Из этой конструкции можно сделать все, что угодно. В разговоре с журналистами предприниматель Эдгар Сардар рассказал, что купил участок земли уже с металлической конструкцией. Бизнесмену сделка показалась крайне выгодной. Неподалеку есть рынок, а рядом дорожная развязка. Ограничивать свой бизнес только автостоянкой мужчина не хотел и задумался о постройке торгового центра. В ходе проведенной прокуратуры и района проверки установлено, что жителям города Казани без соответствующего разрешения на строительство возведены металлоконструкции, которые он планирует использовать как административно-торговое здание. Кроме этого, прокуратура выяснила, что предприниматель самовольно занял 738 квадратных метров земли. Однако собственник здания Эдгар Сардар с этим не согласен. По его словам, проектная документация сейчас находится на согласовании. После этого он намерен изменить назначение объекта с парковки на торговый центр и обозначить точные границы участка. Совокупность выявленных нарушений предстоятельности земельного заготательства нарушает законные права и интересы муниципального образования города Казани. Неопределённые другие лица, поскольку спорный объект возведён в разрез документам территориально планирования муниципального образования, предусматривающим развитие инженерной структуры с учётом нагрузок на коммуникации, дороги и прочее, нарушает систему формирования, аттестуруя среды города. Сегодня суд предложил участникам процесса пойти на мировую и добровольно разобрать конструкции. Предприниматель заявил, что готов принять эти условия, но только после того, как предоставит суду все документы. В связи с этим слушание было перенесено на следующую неделю. Авария с участием двух машин произошла по вине пьяного водителя на улице Челюскина. Пытаясь скрыться от патрульного экипажа, водитель автомобиля «Шевроле» мчался по дороге, нарушая все возможные правила. В какой-то момент на пути Лачити оказалась Тойота, за рулём которой находилась девушка. Ну, я вот, ну, услышал просто звук. И вот подошёл Тойота, выезжала отсюда, получается, а он шёл по встречке. По рассказу очевидцев, Тойота под управлением «Автоледи» ещё даже не успела полностью выехать на основную дорогу от автозаправочной станции. В итоге Лачити, который, не сбавляя скорости, летел по встречной полосе, на всём ходу таранит вторую машину. Удар был такой силы, что Тойота почти полностью лишилась передней части, а Лачити развернула в обратном направлении. Здесь получилось как? Вот он сбила мозг, ну, считай, выкручивал сюда, на Челюскино. Там стояла машина вот возле магазина, припаркованная. Он, видимо, её объезжал, а эта с заправки выезжала. По предварительным данным, девушка, управлявшая Тойотой, ударилась об стойку машины и получила серьёзную травму головы. В дальнейшем экстренная помощь медиков понадобилась и виновнику ДТП, который после того, как выбрался из разбитого автомобиля, потерял сознание. В ногах не стоял, просто его вытащили из машины, кто за ним вот гнался, лейтенант, он его вытащил из машины, в ногах просто не стоял и всё. О том, какие травмы получил водитель «Шевроле» на данный момент ничего не известно. Однако же, когда он выйдет из больницы, его ждёт суд и лишение прав. Разыскивается без вести пропавший уроженец Уфы Абдулин Артур Сабирович, 1986 года рождения. В Казань он уехал на заработки, и последний раз мужчина выходил на связь в апреле этого года, и неоднократно его видели в районе проспекта Ямашево. Но сейчас о месте его нахождения ничего не известно. Приметы. Рост 186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, был одет в серую рубашку и чёрные брюки. Возможно, нуждается в медицинской помощи. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по указанному номеру.